Ну, завтра украинские военные будут маршировать по улицам Киева и других крупных городов. По государственному календарю День независимости. Интересно, что телеграммы начали поступать еще до наступления 24 августа. Глава американского госдепа Джон Кэрри поздравил украинцев еще 21-го, судя по лентам информагентств. Не дожидаясь повода, он отметил, украинцы выстояли против деспотичного режима и коррумпированной демократии. Но есть другая сторона вопроса. Но сами украинцы, по данным соцсоциологов, больше всего ассоциируют свою страну с коррупцией и неэффективным режимом. Об этом сказал каждый четвертый из участников опроса, который проводился незадолго до праздника. Борьбу со взятками обязательным условием выдачи нового транша в сентябре называет Международный валютный фонд. Если говорить об эффективности, этим летом много заявляли о невероятном падении популярности Порошенко и Яценюка. Роль которых в управлении страной эксперты комментируют все чаще с поправками на внешние факторы. Об этом репортаж Юлии Ольховской. В Киеве продолжают ломать голову, где взять деньги на отопительный сезон. Премьер Яценюк уже призвал украинцев утеплять дома и менять котлы. Угля не хватает, газа тоже. Но самое страшное, покупать его не на что. К очередным газовым переговорам в Вене, как заявил глава украинского Минэнерго, решили подключить американцев. В нынешних реалиях нефтегаз никто не кредитует. Почему? Потому что он, по сути, банкрот. Вот и вся история. Поэтому есть только одна надежда на то, чтобы дали денег кто-то с Запада. Без вмешательства Запада в Киеве теперь, судя по всему, не решается ни одна проблема. Вот и внутренний конфликт в генпрокуратуре разруливал не украинский президент, а американский посол. Недавно прибывший из Грузии прокурор Сакварелидзе успел обвинить руководство генеральной прокуратуры в саботаже европейских реформ. В посольстве США заявили о поддержке грузинского ставленника. Степень цинизма, с которым американцы управляют Украиной сейчас, по-моему, совершенно не бывала. При этом наши сегодняшние управляемые, те, которые принимают решения, казалось бы, на Украине, они ведь не стесняются. Это все абсолютно откровенно происходит. В Киеве не скрывают, что американцы спонсируют реформу не только прокуратуры, но и полиции, армии, а также органы украинской власти. Губернатор Саакашвили, открыто признавшегося, что зарплату сотрудникам его администрации перечисляет Госдеп, уже высмеяли одесситы. Установили в центре города памятник карикатуру. Одесский губернатор на цепи у американского президента. Обучать одесскую полицию на этой неделе приехали инструкторы из Калифорнии. На показательных учениях засветился Исаакашвили. Похоже, главный принцип грузинского экс-президента и на Украине остается неизменным. Неважно, как ты выглядишь, главное, что о тебе говорят. Появившись на учениях из багажника автомобиля, потянув явно узковатые штаны и забрав с асфальта то ли пострадавшего, то ли заложника, Саакашвили также в багажнике место действия покинул. А в Киеве тем временем все чаще говорят о планах Белого дома на дальнейшую политическую карьеру главы Одесской области. Виктория Нуланд якобы уже намекала руководству Украины в том, что можно было бы уже Иоценюка поменять, он свою функцию выполнил, рейтинг у него отрицательный. А у вас есть хороший такой Саакашвили, может быть попробовать его теперь уже на более серьезном месте. Внешнее управление не демократию как бы сюда приносит, а наоборот заканчивает эту демократию. У нас теперь власть поменяться путем демократического волеизъявления не может. Для этого надо получить соизволение внешнее. Свежие данные опросов общественного мнения, опубликованные на этой неделе в украинской прессе, показывают, что уровень народного доверия и к Арсению Яценюку, и к его партии продолжает стремительно падать. Если бы в октябре этого года вместо местных выборов состоялись выборы в Верховную Раду, Народный фронт даже не преодолел бы 5-процентный барьер. На падение рейтинга премьера, очевидно, влияет и недовольство украинцев в целом работой правительства, ключевые министерства, в котором отданы иностранцам. Глава Минфина, американка Ерейска, никак не может договориться с американскими же кредиторами о реструктуризации внешнего долга. А с приходом литовца-абрамавичца ситуация в экономике стала только хуже. Тарифы растут, зарплаты нет. Инвесторы вместо того, чтобы приходить на Украину, напротив, покидают страну. Свои представительства уже закрыли такие гиганты, как британская Shell, американские компании Chevron и ExxonMobil, венгерская Vizier и российская Lukoil. Нечем похвастаться и министру здравоохранения, грузину Квиташвили. Парламентская комиссия обвиняет его в провале тендеров. Из-за этого больницы остались без лекарств и вакцин, даже самых необходимых, например, от туберкулеза. Они сейчас никакой ответственности за свои результаты, в общем-то, и не будут нести. Даже вот тот же Квиташвили, скорее всего, все закончится тем, что он просто уйдет и уедет с Украины. А все проблемы, которые были связаны с международными донорами и закупками лекарств, эти все проблемы будут расслебывать уже, скорее всего, местный министр здравоохранения. То есть и граждане, которые в первую очередь от этого страдают. Почему Квиташвили, еще два месяца назад написавший заявление об увольнении, до сих пор не покинул кабинет министров, для всех загадка. Возможно, ответ на этот вопрос знает американский посол Пайет, перед которым о своих решениях и планах регулярно отчитывается премьер Яценюк. Об этом украинской редакции портала РБК сообщил источник в правительстве. Джеффри Пайет, посол США на Украине, встречается с шефом примерно раз в две недели. Я был на одной такой встрече. Она продлилась 15 минут. Посол сходу достал свои записи и в жесткой форме перечислил, что нам необходимо сделать. После чего шеф коротко рассказал, что уже сделано. Сотрудники администрации украинского президента рассказали изданию, что Порошенко тоже регулярно встречается с Пайетом, обсуждая с ним ключевые кадровые вопросы. Например, отставка экс-главы СБУ Наливайченко, по сведениям журналистов, была согласована с послом США. Бывший руководитель службы безопасности Украины Якименко утверждает, что сам Наливайченко был завербован ЦРУ во время работы генконсулом в Вашингтоне. А агентам американской разведки в здании службы безопасности в Киеве отдан целый этаж. Периодическое появление здесь американского флага никого не удивляет. После Майдана американские гости зачастили в украинскую столицу. Директор ЦРУ Бреннан, вице-президент США Байден и, конечно, помощник госсекретаря Нуланд. Под ее надзором парламент голосовал и за изменения в Конституции. Про пристальное внимание американцев к украинской политике после бойни в Мукачеве, устроенной боевиками запрещенного в России права сектора, довольно часто стали писать в западной прессе. Особенно ближайшие соседи Украины. Как мы знаем из заявлений Виктории Нуланд, формирование Киевского кабинета, отвечающего американским интересам, обошлось США в 5 миллиардов долларов. Следуя этим же целям, подстрекал на Майдане и Джон Маккейн. Американского сенатора-республиканца и его единомышленников не смутило, что поддержка оказывается презирающим евреев и всех вокруг украинским нацистам, которые по итогам выборов оказались к тому же в парламенте страны. Но кого это сейчас волнует? Ведь цель оправдывает средства, а победителей не судят. Что теперь делать с националистическими батальонами, которые из главной ударной силы Майдана превратились в главную проблему Украины, похоже, никто не знает. Призыв президента сложить оружие боевики проигнорировали. После чего договариваться в Закарпатье поехал лично американский посол. Джеффри Пайет улаживал вопрос так, чтобы потихоньку спустить этот конфликт на тормозах, что, собственно, и произошло. Украину и украинских политиков Соединенные Штаты контролируют полностью. Посол Пайет решает вопросы оперативные на Украине. В случае, если требуется более серьезное давление, прибывает представитель Госдепартамента, та же Нулан. При этом эксперты отмечают специфику американского подхода к Украине. Поддержка на словах всегда пожалуйста. Финансово только если Штаты могут что-то получить взамен. А если нет, как в ситуации с газом, то позиция заокеанских партнеров – спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Юрия Ольховская, Анна Ток и Наталья Литовка. Первый канал. Украина.